Послание к Ефесянам Святого апостола Павла Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, которые над всеми и через всех и во всех нас. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Луки святое благовествование. И вот один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим и всею душою Твоею и всею крепостью Твоею и всем разумением Твоим и ближнего Твоего, как самого Себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Ерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел, и прошел мимо. Самарянин же, некто проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойником? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, «Иди, и ты поступай так же». Иссе, законник некий воста, искушая его и глаголя, учителю, что сотворив живот вечный наследую. Он же речек к нему, в законе что писано есть, как учтишь им. Он же, отвещав рече, «Возлюбишь и Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всея души твоей я и всею крепостью твоею и всем помышлением твоим и ближнего своего, як и сам себе». Рече же ему, право отвеща, «Сие сотвори, и жив будешь им». Он же, хотя оправдитеся сам, рече к Иисусу, «И кто есть ближний мой?» Отвещав же Иисус рече, «Человек некий, исхождаши от Иерусалима о Иерихон и в разбойнике в поде, и же соклекши его, и язвы возложши от Идоша, оставши еле живо суща». По случаю же священник некий, исхождаши путем тем, и видев его мимо Иде, так уж же и Левит, быв на том месте, пришед и видев мимо Иде. Самаренив же некто гряды, прииди над него, и видев его милосердого, и приступ обвеза струпа его, возливая масло и вино, садив же его на свой скот, приведи его к гостиницу, и прижа ему. И наутрия, и шед, изъем два сребреника, даде гостиннику, и рече ему, прилежи ему, ежа аше прежде веши, а всегда возвращуся, воздам ти. Кто уба от тех триех, ближний, мейте сябыти, падшему в разбойнике? Он же рече, сотворим и милость с ним. Рече же ему, Иисус, иди, и ты твори так уж, Де. Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский, Благовестник. Толкование на Евангелие от Луки Стихи 25-28 И вот один законник встал, и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Законник этот был человек хвостливый, очень высокомерный, как оказывается, из нижней следующего, и сверх того коварный, поэтому он приступает к Господу, искушая его. Вероятно, он думал, что уловит Господа в его ответах, но Господь указывает ему на тот самый закон, коем он очень надмевался. Смотри, с какой точностью закон заповедует любить Господа. Человек есть совершеннейший из всех творений, хотя он имеет и нечто общее со всеми ими, но имеет и нечто преимущественное. Например, человек имеет общее с камнем, ибо он имеет волосы, ногти, кои бесчувственны, как камень, имеет общее с растением, потому что он растет и питается, и рождает подобное себе, как растение. Имеет общее с животными бессловесными, потому что имеет чувства, гневается и походствует. Но что возвышает человека над всеми прочими животными, он имеет общее и с Богом, именно разумную душу. Поэтому закон, желая показать, что человек всецело во всем должен предать себя Богу, и все душевные силы пленить в любовь Божию, словами всем сердцем, указал на силу более грубую, свойственную растением, словами всею душою, на силу более тонкую, приличную существам, одаренным чувствами, словами всем разумением, обозначил отличительную силу человека, разумную душу. Слова всею крепостью мы должны применить ко всему этому. ибо мы должны подчинить любви Христовой и растительную силу души, но как? Сильно, а не слабо, и чувственную, и ее сильно, наконец, и разумную, и ее также, всею крепостью. Так что мы всецело должны предать себя Богу и подчинить любви Божией нашу силу питательную, чувствующую и разумную, и ближнего твоего, как самого себя. Закон по причине младенчества слушателей, не могший еще преподать совершеннейшего учения, заповедует любить ближнего, как самого себя. Но Христос научил любить ближнего больше, чем и самого себя. Ибо Он говорит, никто не может оказать больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих. Смотрим Евангелие от Иоанна, главу 15, стих 13. Итак, законнику говорит, правильно ты отвечал. Поскольку ты, говорит, подлежишь еще закону, то ты правильно отвечаешь, ибо по закону ты верно рассуждаешь. Стихи 29-37. Но Он, желая оправдать Себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же и Левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний, попавшему с разбойником?» Он сказал, оказавши ему милость. Тогда Иисус сказал ему, «Иди, и ты поступай так же». Законник, получив похвалу от Спасителя, выказал высокомерие. Он сказал, «А кто ближний мой?» Он думал, что он праведен и не имеет подобного себе и близкого подобродетели, ибо полагал, что праведнику ближний есть только праведный же, и так желая оправдать себя и возвыситься перед всеми людьми, он с гордостью говорит, «А кто ближний мой?» Но Спаситель, поскольку он творец и во всех видит одно создание, определяет ближнего не делами, не достоинствами, но природой. Не думай, говорит, что поскольку ты праведен, то и нет тебе никого подобного, ибо все имеющие одну и ту же природу, суть ближние твои. И так, и ты сам будь ближним их не по месту, но по расположению к ним и заботливости о них. Для того и привожу я тебе в пример самарянина, чтобы тебе показать, что хотя он и различался по жизни, однако же стал ближним для нуждавшегося в милости, так и ты проявляй себя ближним через сострадание и поспешай на помощь по собственному признанию. Итак, этой притче мы научаемся быть готовыми к милосердию и стараться быть ближними для тех, кои нуждаются в нашей помощи. Познаем мы благость Божию в отношении к человеку. Природа человеческая шла из Иерусалима, то есть из безмятежной и мирной жизни, ибо Иерусалим означает видение мира. Куда же шла? В Иерихон. Пустой, низкий и удушливый от жара, то есть в жизнь полную страстей. Смотри, не сказал он «сошел», но «шел», ибо природа человеческая всегда склонялась к земному, не однажды, но постоянно увлекаясь страстной жизнью. И попался разбойником, то есть попался бесом. Кто не сойдет с высоты ума, тот не попадется бесом. Они, разоблачив человека и сняв с него одежды добродетели, нанесли ему греховные раны, ибо они сначала обнажают нас от всякого доброго помысла и покрова Божия, а потом и наносит раны грехами. Природу человеческую они оставили едва живой, или потому, что душа бессмертна, а тело смертное, и таким образом подчинена смерти половины человека, или потому, что природа человеческая не совсем была отвержена, а надеялась получить спасение во Христе, и таким образом была несовершенно мертвой. Но как через преступление Адам смерть вошла в мир, так через оправдание во Христе смерть имела быть упраздненной. Под священником и левитом, разумей, пожалуй, закон и пророков, ибо они желали оправдать человека, но не могли. Невозможно, говорит апостол Павел, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Они сжалились над человеком и размышляли, как бы исцелить его, но побежденные силой ран опять удалились назад, ибо это значит пройти мимо. Закон пришел и остановился над лежащим, но потом, не имея силы врачевать, отступил, это и означает прошел мимо. Смотри, слово «по случаю» имеет некоторый смысл, ибо закон действительно дан не по особой какой-то причине, но по причине слабости человеческой, не могшей сначала принять Христово таинство. Поэтому и говорится, что священник, то есть закон, пришел уврачевать человека не нарочито, но по случаю, что мы обыкновенно называем случайностью. Но Господь и Бог наш, ставший за нас клятвою и названный самарянином, пришел к нам, совершая путь, то есть предлогом к пути и целью, поставив то самое, чтобы исцелить нас, а не проходом только, и посетил нас не случайно, между прочим, но жил с нами и беседовал непризрачно. Тотчас перевязал раны, не попустив болезни усилиться, но связав ее. Возлил масло и вино. Масло есть слово учения, предуготовляющее к добродетели обещанием благ, а вино слово учения, приводящее к добродетели страхом. Итак, когда слышишь слово Господа, придите ко мне, и я успокою вас, это масло, ибо показывает милость и успокоение, таковы же слова придите, наследуйте царство, уготованное вам. Но когда Господь говорит идите во тьму, это вино, учение строгое. Можешь разуметь и иначе. Масло означает жизнь по человечеству, а вино по божеству, ибо Господь иное совершал как человек, а иное как Бог. Например, есть, пить, проводить жизнь небесприятностей и не обнаруживать суровости во всем, как Иоанн, это масло, а чудный пост, хождение по морю и прочие проявления божеской силы, это вино. Вину можно уподобить божеству и в том отношении, что божества в самом себе без соединения никто не мог бы стерпеть, если бы не было и масла сего, то есть жизни по человечеству. Поскольку же Господь спас нас через то и другое, то есть божество и человечество, то поэтому и говорится, что Он возлил масло и вино. И ежедневно те, кои бывают крещаемы, исцеляются от ран душевных, будучи помазуемым миром, тотчас же приобщаясь к церкви и причащаясь божественной крови. Господь посадил нашу израненную природу на своего подъеремника, то есть на свое тело, ибо Он сделал нас своими членами и причастниками своего тела. Нас, долу находящихся, возвел на такое достоинство, что мы одно с ним тело. Гостиница есть церковь, всех принимающая. Закон не всех принимал, ибо сказано «Аммонитянин и мавитянин не может войти в общество Господне». Смотрим Второзаконие, главу 23, стих 3. «Но во всяком народе боящийся его, приятен ему, если желает уверовать и сделаться членом церкви, ибо она всех принимает, и грешников, и мытарей. Примечай точность, какой сказано, что привез его в гостиницу и возымел о нем по печени. Прежде чем привез в нее, он перевязал только раны. Что это значит? То, что когда составилась церковь и открылась гостиница, то есть, когда вера возросла почти у всех народов, тогда открылись и дары святого Духа, и благодать Божия распространилась. Это узнаешь из деяний апостольских. Образ гостиника носит себе всякий апостол и учитель и пастырь. Им Господь дал два динария, то есть два завета, ветхий и новый. Ибо тот и другой завет, как изречение одного и того же Бога, имеют на себе изображение одного царя. Сиит и динарии, Господь, восходя на небеса, оставил апостолом и последующих времен и епископом и учителем. Сказал, если что из своего издержишь, я отдам тебе. Апостолы действительно издерживали и свое, много трудившись и повсюду рассеивая учения, да и учители последующих времен, изъясняя ветхий и новый завет, много издержали своего. За это они получат награду, когда Господь возвратиться, то есть во второе его пришествие. Тогда каждый из них скажет ему, Господи, ты дал мне два динария, вот, я приобрел другие два. И он так скажет таковому, хорошо, добрый раб. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор 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 в воздержание же терпение, в терпение же благочестие, во благочестие же братолюбие, в братолюбие же любовь. Сия бы сущая в вас и множащаяся, ни праздных, ни же бесплодных сотворят вы в Господа нашего Иисуса Христа познание. Ему же бы несть сих, слеп есть, мжай, забвение прием очищения древних своих грехов. Опять Иоанн Креститель говорит, сотворите оба плоды достойны покаяния. Уже бо и секира при корени древа лежит, всяку оба древа, не творящие плода добра, посекается и в огонь вметается. И Господь наш, Иисус, говорит, от плода древо познано будет. Еда объемлет от терния грозды или от репия смоквы. И опять не всяк глаголей, ми Господи, Господи, внидет во Царствие Небесное, но творяй волю Отца Моего, и же есть на небесех. Опять Иаков говорит, вера без дел мертва есть. И беси веруют и трепещут, як уже бот телу без духа мертво есть, такой вера без дел мертва есть. Также Павел Апостол, утверждая чад своих в том, что вера имеет нужду в делах, строго заповедовал им, говоря, «Блуд же и всяка нечистота ниже доименуется в вас, як уже подобает святым, но паче благодарени. Сие будовести, як о всяк блудник, или нечист, или лихо имец, и же есть идолослужитель». Не имать достояния в Царстве Христа и Бога. И опять, еще более подтверждая сие слово, говорил им, «Никто же вас дольстит суетными словесы, сих бор ради, грядет гнев Божий на сыны непокоривая. Не бываете уба сопричастницы сим, бести бы иногда тма, ныне же свет, о Господи! Як уже чада света ходите, плод бы духовный есть, во всякой благостыне и правде, и истине. И опять, всяка горесть, и гнев, и ярость, и клич, и хула довозьмется от вас со всякой злобой. «Подражатели мне бывайте», говорил он еще, як уже аз Христу. «Елиться бы во Христа крестистися, во Христа облекостися». Исследуем же себя, братья, облеклись ли мы во Христа или нет. Познается же Христос по чистоте, ибо Он чист и в чистых обитает. А чистыми как делаются? Не иначе, как перестав делать зло, которое делали. Ибо такова благость Божия, что в какой час обратится человек от грехов своих, он приемлет его с радостью, не считая прежних грехов его, как написано в Евангелии, о младшем сыне, который, расточив блудно свою часть, напоследок пас свиней и желал насытиться пищей свинькою, наконец же, раскаившись в том, что наделал, уразумел, что нет сытости в грехах. Но чем больше, кто делает их, тем более разжигается на них. И так, когда покаяние коснулось сердца его, буквально постучалось к нему, он не отлагал, но тотчас возвратился к отцу своему со смирением, оставив все пожелания свои плотские, ибо веровал он отцу своему, что он милосерд и не вименит ему содеянного. Почему и отец его тотчас ввелел дать ему одежду чистоты и залог сына положения перстень. «Сие говорил Господь наш Иисус Христос, желая внушить, что если обратимся к Нему, то долженствуем прежде оставить пищу свиней, и тогда Он примет нас, ставших чистыми». Сказал он сие для того, чтобы не унывала душа, говоря, «Когда же Бог услышит меня?» Ибо Он знает время, когда достоин бывает просящее услышание, и тогда Он услышит его скоро. Обратимся же к нему всем сердцем, и не будем, умоляя его, стужать и си. И Он вскоре услышит нас, ибо Сам сказал, «Просите и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзится вам». И так, братья, если будем просить или искать, или толкать, то получим, что ищем, или что просим у Него. Так пришедший к другу своему в полночь, понуждал его, говоря, «Дашь мне взаим три хлебы, понеже друг приеди с пути ко мне». И как не переставал стучать, то тот дал ему, что он просил у Него. Отбросим же, братья, от себя ленность и уготовим себя к такому бестудию, и Бог, видя терпение наше, подаст нам, просимое нами. Ибо Он милостив и желает обращения к Нему человека, как написано, истину говорю вам, радость бывает на небеси о едином грешнице кающемся. И так, братья, имея такую милость Его и такое богатство щедрот Его, поболезным пред Ним всем сердцем, пока еще находимся в теле всем, ибо скоротечно время жизни нашей. Если поподвизаемся, то наследуем радость вечную и низ глаголами. А если возвратимся вспять, то будем подобны юноше, вопрошавшему Господа Иисуса, как спастись. Он ответил ему, «Вся елика имоши продашь и раздай нищим, и, взяв крест свой, гряди во след мне, показывая нам, что отсекать свою волю есть спасаться». Но тот, услышався я, опечалился очень и пошел прочь, ибо знал, что раздать свое бедным не так трудно, как нести крест. Раздаяние своего бедным есть одна добродетель, и человек совершает ее для того, чтобы удобнее нести крест, а крест есть истребление всякого греха и рождает любовь. Без любви нет и креста. Почему апостол, зная, что есть и мнимые добродетели, в которых нет любви, несовершенство добродетелей, сказал, «Аще языки человеческими глаголю и ангельскими, любве же не имам, бых, яко медь звенящий, и ликим вал звецай, и аще раздам вся имение мая, и аще предам тело мое воеже сжищие, любве же не имам, никая пользами есть. Любы долготерпит, милосердствует, любы не завидит, любы не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своих си, не раздражается, не мыслит зла». Итак, желающий вступить на путь любви, пусть обеззаботит себя в отношении ко всем людям, хороши ли они или худы. Тогда, наконец, одно вожделение ежек Богу останется в сердце его, а это вожделение родит ему свойственно естеству гнев. Гнев же станет противостоять всему, всеваемому, от врага. Тогда закон Божий обретет в нем пастбище себе, и через страх обнаруживается любовь в нем. Тогда говорит такой человек с дерзновением, как апостол, а с неточию связан быть и хощу, но и умреть и готов есть за имя Господа Иисуса Христа. Блаженна душа, достигшая такой любви, ибо она бывает тогда бесстрастной. Вышли мы, братья из мира, знаем, в каком чине находимся, и что милосерд есть Господь Иисус, чтобы упокоить каждого из нас по делам Его, и малого по малости Его, как сказал много обителей у Отца Моего. Ибо хотя царствие одно, но каждый обретает в нем свое место и свое ему дело. Будем же подвязаться, братья, против лености, сбросим в себя сударь тьмы, то есть забвения, и узрим свет покаяния. Стяжем в себя Марфу и Марию, кое суть злострадания и плач, которые плачут пред Спасителем, да воскресит Лазаря, то есть ум, обвязанный многими повязками своих пожеланий. Он же, хотя творит милость и возбуждает ум его, но далее уже их дело есть развязать и оставить его идти. Когда же освободится Лазарь, тогда появляется тщание Марии и Марфы. После всего вот что видится. Лазарь беспопечительно возлежит с Иисусом, Марфа с усердием и радостью совершает свое услужение, а Мария, принесшая лавастр мира, помазывает ноги Господа. Станем же, братья, подвязаться по силе нашей, и Бог посодействует нам по множеству милости своей. Если не сохранили мы сердец наших, как отцы наши, употребим усилия наши сохранить, хотя тела, как требует Бог, безгрешными, и веруем, что Он во время глада постигшего нас сотворит и с нами милость, как и со всеми святыми Его. Ибо хотя и на слава солнцу, и на слава луне, и звезда от звезды разенствуют во славе, однако они на одной находятся тверди, и слава их, и честь их Его есть. Отныне и до века. Аминь. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного дворица, речет Господи, заступник мой си, прибежище моё, Бог мой, уповая на Него, Яко Твой избавить тебя от сети ловча, от словеси мятежна, плечма своими осенит тебе под крыле Его, надеющись оружием обыть тебе истинно Его, не убоившись от страха ночного стрела, летящая во дни, отвечив от неприходящей, от срящей беса полудиного, подета страны твоя тыща, и тьма деснует тебе, к тебе же не приближится, и к тебе злой рано не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесю тебе сохранить во всех путях твоих, на руках вознут тебя да никогда притниш а камень ногу твою, на аспи да и василийска наступишь и поперешь и льва и змия, яко на мя уповая и сбавлю и покры и яко познай имя мое, воззовет ко мне услышу Его, сними скорби и зму Его и прославлю Его, долготой дни исполни Его, являю ему спасение мое, возведох очи мои в горы, отнюдь даже приедет помощь моя, помощь моя от Господа сотворшего неба и землю, не дашь во смятение ноги твоей, они же воздремлет храня тебя, сене воздремлет, ниже уснет храня Израиля, Господь сохранит тебя, Господь покров твой на руку десную твою, во дни солнце не ожет тебе неже луна ночью, Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь, Господь сохранит вхождение твое, исхождение твое отныне и до века. Отче наш, и живи си на небесе, и да светится имя твое, да приедет царствие твое, да будет воля твоя, яка на небесе и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши окужии, мы оставляем должником нашим, не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день, дай мне всецело предаться воле твоей, святой, на всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня, какие бы я не получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все святая воля твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все неиспослано тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым ближним моим, никого не смущая и не огорчая. Господи, утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь. Достоя есть Якова истину истину, блажен и дитя Богородицу, Христом блаженную и премьер порожную и Патерь Бога нашему честнейшую Херувину славнейшую без сравнения серых и премьер истенья Бога слава рожную сущную Богу родницу Тя величай Субтитры подогнал «Симон» Звучит песня 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 «Симон» Продолжение следует...